На чужой земле Новый Уренгой преображается с каждым годом. Буквально на глазах вырастают дома и дачи, торговые и развлекательные центры. С одной стороны, жизнь становится удобнее, с другой – далеко не все стройки законные. Только за лето сотрудники Департамента имущественных отношений выявили множество случаев самовольного строительства. Как правило, это предприниматели и дачные товарищества. К нарушителям будут приниматься строгие меры, какие знает Тамара Джанхотова. В планах владельца этого земельного участка открыть кафе или ресторан. Задумка, конечно, хорошая, но ресторатор забыл о главном. Разрешение на строительство нужно было получить еще до того, как были забиты первые сваи. Незадачный предприниматель обошел закон. Теперь могут разрушиться в прямом и вереносном смысле все его планы и мечты. Сейчас ведется судебно-исковая работа о признании постройки самовольно и по сносу этого объекта. Строительство – сложный процесс, который начинается с получения разрешений и согласований. По словам сотрудников Департамента имущественных отношений, за последние месяцы в Новом Уренгое выявлено 44 самовольных постройки. По решению суда семь из них будут снесены. Судьба остальных пока неизвестна. Владельцы таких объектов, по мнению специалистов, должны быть подвергнуты публичной опорке, чтобы другим неповадно было. Объекты самовольного строительства выявляются в результате плановых пробежек муниципального земельного контроля. Это соответствующая процедура, функция органов местного управления, которая осуществляется в соответствии с планом проверок, утвержденным прокуратурой. Заведующий сектором муниципального контроля Владимир Манаенко провел экскурсию по объектам самовольного строительства. На этом участке с разрешением все в порядке, но владелец захватил часть земли, которая не принадлежит ему по праву. Большая территория служит хорошим складом, гаражом и даже домом для собак. Теперь ее надо освободить. Руководителю общества было вручено требование о необходимости в добровольном порядке осуществить мероприятие по освобождению самовольно занятого земельного участка. Значит, данные требования выполнены не были. Администрации города Новоренгой было подготовлено и направлено исковое заявление о понуждении в судебном порядке общества освободить самовольно занятый земельный участок. Соглашаются не все. На улице Новая с владельцами двух павильонов уже давно расторгнуты договоры. Но расставаться с бизнесом они не хотят. Судебные тяжбы – процесс хлопотный и длительный. Торжество закона состоится в любом случае. Тогда с прибыльным делом придется распрощаться в принудительном порядке. Тамара Джанхотова, Антон Берестянский, Роман Чернов. Служба новостей «Импульс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова